Каких только монет и купюр не пришлось увидеть за свою жизнь нынешнему взрослому поколению. Вспомнить хотя бы легендарный бумажный рубль или трешку. Сегодня такие экземпляры можно увидеть разве что в коллекциях нумизматов или музея Центробанка. Здесь хранятся уникальные исторические монеты и купюры. Например, 10 копеек 1861 года, банкноты Российской империи или денежные знаки периода Гражданской войны, когда каждое временное правительство выпускало свои деньги и образцы купюр менялись едва ли не каждый месяц. Эта монета, выпущенная в 1913 году, она посвящена 300-летию дома Романовых. И по иронии здесь изображены первый и последний правитель из династии Романовых, Михаил и Николай II. Также интересной является монета 1924 года, то есть когда советское правительство пришло к власти, почти на всех купюрах и монетах печатались лозунги, в том числе пролетарии всех стран объединятий. Тенденции отражать знаковые события страны на монетах в Центробанке придерживаются до сих пор. Многие россияне помнят 100-рублевые купюры, выпущенные к Олимпиаде 2014 года в Сочи. К этому событию приурочили и 25-рублевую монету с памятной гравировкой. А пару лет назад Центробанк сделал подарок нумизматам и выпустил серию монет, посвященных советской и российской мультипликации. На обороте можно увидеть Винни-Пуха, Волка из Нупогади и Трех Богатырей. Из новинок, скажем так, то, что было в 2019 году появилось, вот самые последние монеты 5-рублевые, которые пятилетию вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Также в начале года была выпущена монета 25-рублевого номинала. Это к 75-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Интересно, что некоторые памятные экземпляры спустя время меняют стоимость. Так случилось и с 10-рублевой монетой, посвященной Чеченской Республике. Выпущена она была в 2010 году. И в силу своего малого тиража, это всего 100 тысяч экземпляров, но эта монета оказалась очень востребованной у нумизматов, и сейчас стоимость ее значительно превышает тот номинал. У каждой купюры или монеты есть свой срок использования. Так, например, мелочь ходит по рукам в течение 30 лет, бумажные знаки не больше 8. А вот такие редкие памятные экземпляры могут существовать гораздо дольше, поскольку либо оседают в наших кошельках как талисманы, либо бережно хранятся в коллекциях нумизматов. Алена Чеплыгина, Антон Шмаков, ОТВ. Алена Чеплева. Продолжение следует...